Время хоккея Время хоккея для известного джазмена Григория Файна закончилась 40 лет назад. Но лезвия советских, помнящих еще коток Горьковского, Динамо, Коньков, свободно скользят по сегодняшнему мартовскому льду. В 60-е он гонял шайбу на одном стадионе с прославленным советским хоккеистом Валерием Васильевым. Файн и сам, возможно, стал бы известным игроком. Только вот однажды в доме юриста и поклонника запрещенного в ту пору джаза Анисима Файна прозвучали мелодии известного канадского джазмена Оскара Питерсона. Это было в какой-то степени, да, это была сильная такая встряска, если можно так сказать. Это было такое... Впечатление было настолько сильным. Вы можете представить, с того момента прошло 40 лет. Вот я до сих пор так сказать живу с мыслью о своем кумире, как человек мне превзойденного. Пианисте, джазовому музыканте и композиторе. Феноменальная техника смешения свинга и бибопа возвела канадца Оскара Питерсона в разряд джазовых небожителей. Его называют джазовым листом. Его имя вписано в пантеон джазовой славы. Его музыка звала к свободе от предрассудков и социального неравенства. Быть как Питерсон, достичь такого же мастерства и успеха. Быть свободным от запретов советской действительности и стать экстраклассным музыкантом. Желание быть первым заставило 15-летнего Григория Файна по 12 часов в сутки практиковать игру на фортепиано. Вы возьмите Питерсона. Если вы не экстраклассный, не просто классный, а экстраклассный пианист, вы не сможете сыграть Питерсона. Для того, чтобы играть произведение Питерсона в его стиле, нужно быть просто экстраклассным пианистом. Иначе просто ничего не получится. Знаменитые музыкальные училища имени Гнесиных с отличием. Предложения о работе от Московской филармонии и московского цирка. Фаин был свободен выбирать для работы столичные площадки, если бы не одно «но». К тому времени он уже был не свободен в личной жизни. Все, это очень просто. Это студенческая история, закончившись браком и детем, а потом еще там. Приехали по распределению сюда, потому что Митрий Георгиевич Шаталов, чьим именем названо училище, это отец, это мой тесть. Вот, он очень хотел, чтобы мы приехали сюда. Это он нас уговорил сюда приехать. Вот, и мы уж как-то так махнули рукой и поехали сюда, тем более, что нам обещала филармония квартиру. Вот, квартиру не дали, мало того, меня и выгнали из филармонии сразу через год. С руководством тогда еще Куйбышевской филармонии не сошлись характерами. Файн не захотел изменить своим принципам свободного музыканта и отправился на заработки в столицу. Поработал в оркестре Олега Лунстрома, а затем в качестве дирижера оркестра паллады Бюльбюля-Глы объездил весь Советский Союз. Отличная ставка 22 рубля за концерт давала финансовую независимость. Правда, с семьей Григорий Файн виделся не часто. Вот, например, мой кумир Оскар Питерсон в его биографии я прочитал, что он гастролировал, вот сейчас ему 80 лет, да, он где-то 16 лет, ну, практически он 60 с чем-то лет гастролировал, так, в режиме, внимание, 9 месяцев из 12 он не был дома. Вот как делаются великие карьеры, вот где жертвы, искусство требует жертв. И его все дети пишут, и вот в видеофильмах говорят, что мы были всю жизнь под сильным давлением папиной карьеры. Я тоже уезжал очень много, я тоже гастролировал, и, к сожалению, не всех своих детей я видел, так сказать, вот приезжал, они уже больше и больше. Подруги жены удивлялись, как это Наташа терпит, что муж все время на гастролях. Но жена Наталья Дмитриевна сама музыкант. Она понимала, что Файну нужна свобода, чтобы стать по-настоящему известным джазменом. В какой-то степени для того, чтобы играть в джаз, нужно быть человеком свободным. Почему? Потому что все-таки джазовый музыкант говорит от первого лица, настоящий джазовый музыкант, говорит от первого лица. Ну, вы же знаете, свобода – это же не вседозволенность. У нас есть музыканты, которые играют такую авангардную музыку и выдают себя за, так сказать, за людей, которые говорят новые слова. Они называют это джазом. Они называют это джазом. И часто в этом есть профанация немножечко джаза. Файн – это хорошо. Так считают зарубежные коллеги Григория Файна. В Советском Союзе Файн считался невыездным музыкантом. С начала 80-х Файн работал независимо от каких-либо организаций. И хотя последняя запись в его трудовой книжке датирована 2002 годом, он только числился в Самарской филармонии. Гастролировал и организовывал концерты самостоятельно. Человеку с таким свободным характером, да к тому же пропагандирующему буржуазный джаз нечего делать за рубежом, считало высокое начальство. Лишь в начале 90-х Григорий Файн оказался за границей. А в ночь с 18 на 19 июля 92-го года в прекрасно оборудованной студии известного монреальского музыканта Ги Сантанджа Григорий Файн и два канадских музыканта записали один из главных альбомов Файна. Дорога на Миссисоугу. Первое время, конечно, восторг от западной жизни. Он присутствовал такой, так сказать, была, потому что картинка другая. А потом, когда картинка, так сказать, сравнялась, вот, интерес к западной жизни, он у меня остался только в профессиональном смысле. В том смысле, что на Западе интерес к джазовой музыке, например, выше. Условия для, так сказать, проявления своих способностей выше. То есть, там тебя могут оценить. Блестящий импровизатор, виртуозный пианист, композитор, джазовый просветитель. Так сейчас пишут о Фане в европейских газетах. На заграничных джазовых фестивалях и презентациях он специально приглашенный гость. Сейчас ему постоянно предлагают работу за рубежом, но он предпочитает оставаться в России. Ну и пусть, что в промежутке между концертами в консерватории и в Доме музыки приходится подрабатывать на презентациях и псевдогламурных вечеринках. Здесь у него дом, семья и уже двое внуков. Здесь он единственный преподаватель Московской консерватории с самарской пропиской. Здесь у него постоянные джем-сэшены в клубе «Друзья джаза». А до недавнего времени ему удавалось то, что до сих пор не может осуществить известный саксофонист Игорь Бутман. Григорий Файн вел собственную программу о джазе на Нижегородском телевидении. Сейчас он свободно делает то, о чем всегда мечтал. Только вот ту свободу, которую он подарил джазу в России, к сожалению, могут оценить не все. Я не обижаюсь ни на кого. У меня другие критики. Я просто констатирую факт. Чего мне-то обижаться? Я уже жизнь свою прожил. Я во всех энциклопедиях обо мне уже написано в тех, которые пишут о джазе что-то. А что толку? Там звучит грустная фраза «Ветеран российского джаза». Вот это грустная очень фраза. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Большое вам спасибо за внимание. Мы будем встречаться с вами. И до новой встречи. Всего вам доброго. Добро пожаловать в мир джаза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добро пожаловать в мир джаза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова